Ладно, давайте начнем. Сегодня начнем с того, что разберем домашнюю задачу, которую я вам на дом сдавал. Задача состоит в следующем. Напомню формулировку. У нас есть электродинамика. На Гранжиан пишу здесь фермионная часть. И фотонная часть, F-миню в квадрате. Член фиксирующей калибровки у нас будет отвечать к вариантной лоренцевской калибровке, D-мю в квадрате. И мы в нашей задаче рассмотрим случай кси равного единице. Задача состоит в следующем. Нужно показать, что свободный пропагатор у нас удовлетворяет следующему уравнению. свободный фотонный пропагатор, D-миню от х, который есть в среднем по вакууму от Т-произведения, а-миню от х, а-миню от нуля. что такая величина удовлетворяет уравнению дифференциальному D-квадрат D-меню равняется и G-меню и четырехмерная дельта-функция. Четырехмерная дельта-функция. Дальше четверку писать не буду на дельта-функции. И показать этот факт, то есть тот факт, что D-меню действительно является функцией Грина для оператора D-квадрат, показать надо, основываясь на коммутационных соотношениях. Коммутационные соотношения, канонические коммутационные соотношения выглядят таким образом. Мы накладываем одновременные коммутационные соотношения, такие, что поля А, все его компоненты друг с другом коммутируют, равно как и канонические сопряженные им импульсы. Подчеркиваю, что коммутаторы берутся в один и тот же момент времени, то есть все поля, которые сюда входят, берутся в один и тот же момент времени. И нетривиальный коммутатор состоит в том, что поле АМЁ и канонически сопряженный ему импульс, давайте я вот так это напишу, чтобы подчеркнуть, что у меня поле имеет обычно контр-вариантный индекс, а канонически сопряженный импульс обычно это ковариантная величина. Если он отвечает контр-вариантному полю Yt, это есть и дельта-меню, и дельта-меню, и трехмерная дельта-функция x минус y, то есть это единственный нетривиальный коммутатор. А импульс, канонически сопряженный нашему полю по определению, это есть производная Лагранжиана по д-а-нюс точкой. То есть это наш импульс, Лагранжиан написан. То есть формулировка задачи такова, показать, что фотонный пропагатор в калибровке кси равной единице является функцией Грина оператора ИД-квадрат. И показать это нужно основываясь на коммутационных соотношениях. Вот формулировка. Ну давайте попробуем это явно показать. Первое, что мы делаем, мы анализируем, что нам дано. Нам даны пропагаторы, даны коммутаторы. Что мы можем относительно них сказать? Вот здесь вот даны коммутаторы одновременные, но мы можем брать и дифференцировать их по x или по y и получать также нулевые коммутаторы, но уже на пространственные производные полей. Нетривиальный коммутатор является вот этот коммутатор. Вот давайте его подробнее рассмотрим. Я вот так перепишу. Значит, у нас есть коммутатор амю от xt, а здесь пиню от yt. С одной стороны, я специально написал немножко в другом виде, чтобы подчеркнуть, чему он равен. С одной стороны, это есть и на g-меню, метрический тензор, да, мы индекс опустили один, меню на трехмерную дельта-функцию. Трехмерная дельта-функция x, x-y. Давайте посмотрим с другой стороны, чему это равно, расписав явно импульс пиню. Значит, пиню – это есть dl по d аню с точкой. Удобно отдельно рассмотреть случай для ню равно нулю, для нулевой компоненты. Это самое проблемное при квантовании импульс, да, и ню равное и, пространственная компонента. Значит, для ню равное нулю у нас какой член Лагранжане будет давать вклад. Давайте еще раз аккуратненько напишем Лагранжан. Лагранжан. Переписываем вот этот член, мы его на прошлом семинаре писали. Давайте еще раз его напишем. Пользуясь антисимметрией тензора f-меню, напишем его как 1, 2, dμ, аню на, собственно, тензор f-меню, то есть dμ, аню минус dμ, аню. И член, фиксирующий калибровку для кси равного единице, то есть минус 1, 2, а здесь будет dα на α в квадрате. Вот таким образом. И давайте посмотрим, чему равен наш импульс, сопряженный в одном случае поле А0, а в другом случае поле Аi. Для случаев, когда ню равно нулю, какая компонента работает, дает вклад? Первая, вторая? Если ню равно нулю, чему импульс равен? Нет, первая не может давать, потому что у вас нулевая компонента и производная тоже нулевая, да? У вас в f-меню на f-меню, это антисимметричный тензор, туда входят разные производные и разные компоненты. Если производная такая же, как компонент, это вклад нулевой, да? То есть дает вклад только, наоборот, второй член. И мы получаем, что это есть минус, вот расписывая индекс альфа, здесь есть d0, а 0, да? Умножить на точно такую же скобку. И два раза он входит, поэтому двойка сократится, и будет dα, аα. Если теперь в компонентах расписать это через компоненты вектора А и производные, то как это будет выглядеть? То есть минус, производная по времени, ну, до 0 напишу, а 0, а дальше градиент идет с каким знаком? Знаком минус. Знаком минус. идет градиент. Почему? Потому что у нас здесь идет суммирование, правильно, по верхним индексам. У нас контравариантные компоненты это А0, А вектор, да, как обычно. А производная dα имеет тоже компоненты со знаком плюс. Это есть d по d время и плюс градиент, да? Потому что производная, это у нас ковариантная величина, поэтому здесь знак плюс. Если бы α написал сверху, то здесь должен был быть знак минус, да? А здесь идет просто обычное суммирование, поэтому знак минус здесь как был, так и останется. Согласны? Согласны? Хорошо. Для второго случая, когда ню у нас пространственная компонента, какой член Лаграндшан работает? Первый, да? Первый член. Вот у нас есть случай, когда... То есть мы что должны? Мы должны дифференцировать Лаграндшан по производной этой компоненты по времени, да? То есть вот видно, что среди повторяющихся индексов, в котором идет суммирование, у меня есть случай, когда ню равно и, да, а мю равно нулю, да? То есть есть один такой вариант, когда среди этой суммы есть вот такая комбинация, что мю равно нулю и ню равно и, да? Тогда вклад, который отвечает производной по вот этому полю, будет какой? Минус. Здесь будет стоять производная по времени от этой компоненты поля, да, я это слагаемое написал. Минус, а наоборот. Градиент, то есть этой компоненты, производные на нулевое поле. На нулевое поле. И я одну вторую не пишу, почему? Потому что есть из второй скобки точно такой же вклад, да, когда наоборот у вас ню равно нулю, ню равно нулю, а мю, это есть и та компонента, да? Мю равно нулю, а мю и та компонента. И вклад будет абсолютно такой же, как при дифференцировании вот этого слагаемого, ну, в силу антисимметричности тензора F-меню. Поэтому одна вторая умножится на двое и будет просто минус единичка. Правильно? Получил. То есть вот таким вот образом. Ну, давайте запишем, чему наш коммутатор равен. Сейчас пока некрасиво так запишу. Отдельно для ню равно нулю и для ню равно и. А потом попробуем объединить эту запись. То есть у нас что получается? Что это будет коммутатор а мю от xt, а здесь для случая ню равно нулю вот у нас выражение есть. То есть здесь стоит что? Вот перепишу это так минус, а 0 с точкой, да, производная по времени. Минус градиент, минус градиент. Градиент берется по переменной y, да, по переменной y от a вектора от yt. Вот такая вот величина здесь получается, а здесь получается а мю от xt. Как было, так и осталось. А здесь просто переписываю, что здесь стоит. Здесь стоит минус, минус а и т. а и т производная, производная по времени. Давайте, чтобы аккуратно все было, у нас индекс и должен быть нижним, потому что мы берем ковариантный индекс здесь, да, ковариантный индекс здесь. Ну иначе говоря, когда я здесь дифференцировал, я должен был наоборот вот эти индексы написать все верхними, потому что я дифференцирую по и тому полю с верхним индексом, да, а вот эти все нижние, правильно? Поэтому здесь я просто сейчас индекс только опущу, чтобы правильно было все со знаком. Потому что вот так вот пока, как написано, неправильно со знаком. А вот так вот со знаком все правильно. Так будет минус производная и т с точкой плюс от yt, да, от yt. И плюс d и t производная, по y она берется, да, от нулевой компоненты, нулевой компоненты, поле, зависящее от yt. Вот так вот получилось. Отлично. Теперь попробуем понять, что здесь ноль, а что не ноль. Вспоминаем, какие у нас есть коммутационные соотношения. Вот у нас есть первое соотношение, да, и я уже говорил, что если мы берем от него производные по пространственным компонентам, x или y, то мы тоже будем получать нулевые коммутаторы. Поэтому в первом коммутаторе, в верхней строчке, какое слагаемое выживет? Первое, второе или оба? Второе. С ним что произойдет? Оно даст ноль, да, потому что я могу взять вот это соотношение, продифференцировать его по y, и буду получать тоже нулевой коммутатор. Поэтому оно отсюда вылетит. То есть пространственные производные вылетают. Аналогично здесь пространственные производные вылетают, да, правильно? То есть остается только временная производная. То есть мы видим окончательный итог, какой, что наш коммутатор, наш коммутатор, вот который я здесь пишу, это есть не что иное, как коммутатор а ню и минус а ню с точкой, правильно? Потому что здесь ню равно нулю, здесь ню равно и, да. То есть мы получаем, что это есть а ню от y, t с точкой, да, на а ню от x, t. Вот наш единственный нетривиальный коммутатор. Мы переписали в такой более удобной форме. Я перетащил производную отсюда сюда и поменял у коммутатора знак, да, на плюс. То есть получается, что поля а друг с другом, они коммутируют, для всех компонент, но не коммутируют поля а и их производные по времени, да. То есть временная производная, она, получается, не коммутирует для поля а. То есть это единственный нетривиальный коммутатор. Вот это у нас есть, торгиство упрощенное. Сейчас мы попробуем его использовать для доказательства нашего утверждения. Отверждение. Давайте посмотрим. Пишем по определению, что такое Доломбертьян от d-меню от x. d-меню от x. То есть Доломбертьян. А d-меню – это есть t-произведение. Распишем t-произведение в явном виде. То есть здесь будет тета-функция от компонента x0. То есть в случае, когда у вас работающая, когда x0 у вас больше нуля, порядок у вас будет ровно такой, как здесь написано. То есть будет средняя по вакууму от а-мю от x, а-мю от нуля. Средняя по вакууму. Дальше есть случай, когда x0 меньше нуля. Нулевая компонента x меньше нуля. Тогда я оператор должен в противоположном порядке взять. То есть будет стоять тета-функция от минус x0, то есть дающая единицу, когда у вас нулевая компонента x0 меньше нуля. И обратный порядок. Средняя по вакууму от а-мю от нуля, а-мю от x. Средняя по вакууму закрылась. Это закрылось. Даламбертиан, это есть взятие производное по времени минус обычный трехмерный лопассиан. d квадрат оператор. Теперь начинаем думать, куда действует оператор d квадрат. Так, из наивных соображений можно было подумать, что он действует только на поле ax, оно же у нас только от x зависит. То есть производные все по x берутся, по x0 и по трехмерной компоненте x. И сюда. А у нас есть, для случая, когда кси равно единице, у нас есть уравнение движения, следующее из нашего лагранжиана на поле а. Мы его писали. Оно в общем случае выглядит каким образом? Для произвольной калибровки у нас... Мы это уравнение получили прямо явно. Оно у нас выглядит как dμ dn умножить на an равно 0. Вот так вот выглядит. А для случая, когда кси равно единичке, то есть в нашей задаче получается, что просто Даламбертиан поле а равно 0. То есть в калибровке кси равно единице, к феймановской калибровке, у нас наиболее просто выглядит уравнение движения на поле а. Поле а удовлетворяет просто волновому уравнению. То есть видно, что если бы d действовало просто на это поле, то мы бы получили бы в результате 0. Откуда у нас возникают вклады дельта-функционные? Откуда они должны взяться? На тета. Да, из производной тета-функции. Причем производная тета-функция берется только по нулевой. То есть когда я беру Даламбертиан от тета-функции, я в Даламбертиане оставляю только производную по времени. Давайте аккуратно применим этот оператор, применим к нашему произведению. Если он действует целиком, как вторая производная вот сюда, то он объединяется с Лаплосианом и дает 0 в силу уравнения движения. Когда он действует один раз сюда, один раз сюда, он дает производную тета-функции и производную по времени от поля А. Когда он действует два раза сюда, мы получаем вторую производную тета-функции. Давайте все члены аккуратно распишем. Для случая, когда я производную один раз действую сюда, один раз сюда. Производная тета-функция, это у нас дельта-функция. То есть будет дельта от x0, здесь будет средняя по вакууму, а мю с точкой от x, а мю от нуля, средняя по вакууму. Если я отсюда беру производную, то будет какой? Дельта со знаком минус, правильно? Потому что минус x0 стоит. Минус дельта от x0, средняя по вакууму, а мю от нуля, а мю от x с точкой, средняя по вакууму. И когда я беру производную отсюда и отсюда, у меня коэффициент двойка. Если я у произведения беру вторую производную, то это есть так, плюс, так, плюс, так, да? То есть есть коэффициент двойка. Поэтому я должен здесь поставить двойку, здесь поставить тоже двойку. Это вклад от вот этого члена. От вот этого члена, да? Этот член нам занулился вследствие уравнения движения, остался вот этот член. Как он выглядит? Прибавить. Прибавить. Значит, здесь будет вторая производная тета-функции. Это у нас дельта штрих от x0. Множить на средняя по вакууму, а мю от x, а не от нуля. Отсюда вторая производная даст что? Тоже дельта. С каким знаком? С самым плюсом. Нет, я должен... Вот один раз дифференцирую, получаю минус дельта от x0, а еще раз дифференцирую, получаю минус. Я же по x0 дифференцирую. А дельта-функция это четная функция, поэтому здесь не важно, плюс здесь или минус стоит. Поэтому здесь получится минус производная от x0. Производная дельта-функции. Средняя по вакууму, а ню от нуля, а мю от x, средняя по вакууму. Вот таким образом. И мы видим, что и первое, и второе слагаемые, они у нас собрались в какую конструкцию математическую? В коммутатор, совершенно верно. То есть получили, что первые два слагаемого нам дают две дельта-функции на коммутатор а мю с точкой от x, а ню от нуля. Причем, обращаю внимание, за счет того, что стоит дельта-функция, я в этом коммутаторе могу положить нулевую компоненту в поле а мю, равную нулю. То есть этот коммутатор превратится в одновременной коммутатор. Правильно? А второе слагаемое? Второе слагаемое – это тоже коммутатор со знаком плюс дельта-штрих от x0. Здесь будет стоять коммутатор от а мю от x, а ню от нуля. А ню от нуля. А ню от нуля. Обратите внимание, что я убрал обкладки. Убрал обкладки средние по вакууму. Почему я это имею право сделать? Потому что коммутатор – это число. То есть то, что здесь стоит, это уже число. Это не оператор, хотя я беру коммутатор от двух операторов, в общем случае это оператор. Но поскольку это полевые операторы, состоящие из операторов рождения и уничтожения, чей коммутатор есть просто число, то здесь я получаю прямо число. Поэтому средние по вакууму могу благополучно убрать. Давайте попробуем упростить это выражение. Первое выражение уже имеет тот вид, который нам надо. Мы недаром упростили этот нетривиальный коммутатор, получив подчеркнутое выражение. То, что стоит на первом месте, это в точности, с учетом дельта функции, которая мне x0 делает равной нулю, это в точности то, что здесь написано. То есть это будет, здесь подпишу, и уже мю, ню от трехмерной дельта функции от x минус 0, то есть просто от x. Правильно? Давайте со вторым слагаемым разберемся, вспомним, как у нас производная дельта функции действует. Нам нужно ее упростить. Вот у нас, допустим, есть некая произвольная функция f от x0 и дельта штрих от x0. Роль f от x0 у нас будет играть вот этот коммутатор, как функция от x0, от нулевой компоненты четырех вектора x. А дельта штрих у нас вот перед ним стоит. Что это такое есть? Как это можно упростить? Чему это равно? Это есть минус f штрих в нуле умножить на что? Дельта от x0. Хорошо. Еще что-нибудь? Или все? Все? Если бы это было все, то это было бы вообще замечательно с точки зрения функционального анализа, что мы любую производную дельта функции свели к самой дельта функции. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что если у вас обобщенная функция локализована в нуле, то базисом ее являются дельта функции и все производные дельта функции. То есть это независимые величины все-таки. Поэтому есть должен быть член с дельта штрихом. Как он выглядит? Он берет со знаком плюс. Здесь f при x0 равное нулю умножить на дельта штрих от x0. Правильно? То есть полностью формула вот так вот выглядит. В неинтегральной части. Ну, я бы не сказал, что это в неинтегральной части. Но как мы это доказываем? Как в функциональном анализе обычно берем пробную функцию, φ от x0, да, и умножаем на то, что здесь у нас. На f от x0, на дельта штрих от x0. dx0. Расписываем по определению того, что такое дельта штрих. Это есть минус интеграл по dx0 от φ от x0, f от x0, производная дельта от x0. Дельта от x0 мне сажает все это значение при x0 равное нулю. Производная от первого слагаемого слагаемого дает минус φ штрих в нуле умножить на f в нуле. Это ровно вот этот вклад. Правильно? Если я производную от φ беру. Если я производную от f беру, то у меня получится f штрих в нуле умножить на φ в нуле. φ в нуле – это действие дельта функции. Правильно? Действие дельта функции, а f штрих в нуле – вот оно стоит. То есть вот общая формула вот такая. Вот такая. Позволяющая, простите, наше выражение. Теперь давайте пробуем ее применить. Вот в качестве f от x0, кроме как от x0 зависит еще от x-вектора и так далее, стоит вот эта штука. Чему равно f от нуля? Вот сюда отходит f от нуля. Чему это равно? То есть я должен нулевую компоненту x положить равную нулю. Это будет одновременной коммутатор. Правильно? Одновременной коммутатор, и он равен нулю по нашим каноническим коммутационным соотношениям. Поэтому вот этот член, он у нас не работает. У нас работает только вот этот член. А f штрих в нуле – это есть в точности первый коммутатор. Правильно? первый коммутатор, и он берет со знаком минус. Со знаком минус. А перед ним будет стоять такая же дельта-функция. Поэтому я должен от двойки отнять единичку. Правильно? у меня получится просто первый вот этот член с коэффициентом 1. Потому что вот от этой двойки я отнял вот эту вот единичку. Минус единичка. Вот. То есть я получаю дельта от x0 умножить на i, g меню и трехмерную дельта-функцию от x-вектор. Дельта-функции у меня объединяются, да? И дают мне i, g меню и четырехмерную дельта-функцию. То есть ровно то, что мне нужно доказать. Вот. То есть здесь вот когда мы пользуемся соотношениями коммутационными нужно быть аккуратным. То есть принципиально здесь то, что мы дифференцируем должны аккуратно дифференцировать дельта-функцию, да? Ну и вот применять некие формулы такие достаточно тривиальные из функционального анализа. Вот. Это наше такое домашнее задание. Вопрос какие-нибудь есть? Нет. Все понятно, да? Нет. Ну хорошо. Давайте тогда двигаться дальше. Вопросы есть по тому, как мы задали. Все здесь в силу нет. Это понятно. То есть мы использовали только канонические коммутационные соотношения. Из них вывели, что домино это действительно функция грилля. Все удовлетворяет вот это глобление. Вот по пути нам пришлось использовать такое соотношение, да? Которое вытекает из дотривиального коммутатора. То есть коммутатор полей оказывается дотривиальный только в том случае, если входит временная производная. Тогда он дотривиальный. Дальше у нас будет такая совсем простенькая задача, а потом наоборот большая задача. Совсем простенькая задача. Давайте немного поговорим про патрилионные поля. Первая задача на сегодня. Вот. если мы говорим фермионные поля Си от Xt то на них вместо экономически-коммутационных соотношений как вам подсказали в курсе физических спец накладываются антикоммутационные соотношения к файмерам. То есть это связано с средней статистикой и если положить коммутационное соотношение на эти поля возникают серьезные и серьезные проблемы связанные с тем что энергия становится незнакой определенной то есть она может уметься от вывоза и бесконечности ну и решение какие-то же другие проблемы. Поэтому таким правильным способом является наложение антикоммутационных соотношений. фактум имеет даже еще более глубокую строну нежели чем просто то что у нас энергия знаков определенная получается то есть у нас поля фермионные так называющие электроны позитроны да давайте делим у вас ну тут еще то есть это что такое d3p на корень 2п 2 и и сумма популяризации альфа подначим 1 2п от чего оператор a v альфа на u p альфа на e минус ipx да прибавить d r от p альфа v от p альфа в степени плюс ipx вот так да то есть через католично операторы a и b приписываем следующим образом метод ослабляемой который стоит перед оператором уничтожения его независимо от афермиона 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 и принято называть положительной частотной частью из-за вот этой экспоненты такая что здесь умолевая компонента 4х векторов поля она со знаком минус и это называют положительной частотной компонентной поля соответственно вот эту часть называют отрицательной частотной компонентной значит какие антиконтуционные соотношения у нас антиконтуционные соотношения из лаганджиана лаганджиана как раз того самого куска которого мы с вами не писали как он вы видите это есть psi с чертой и d минус n в фермионной фермионной части ну остальная часть плюс член х4 вакула член х4 вакула член х4 вакула где в d вариантной производной это есть d плюс плюс p e а т.е. вот этот член содержит как чисто фермионный фермионный вклад производной так и взаимодействие фермионов с патронной поля т.е. в этом члене записанном членском варианте есть вакула а соответственно импульс который сопряжен в поле импульс определяется как импульс это есть d 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 m d d d d d d У меня производная по времени входит через член с гамма-ноль, и гамма-ноль умножается на д-ноль, мне д-ноль и нужен, потому что я дифференцирую по временной производной поле Пси. Пси с чертой, напоминаю, на гамма-ноль. Так что вот этот гамма-ноль и тот гамма-ноль, который у меня был перед д-ноль, они дадут единицу и останется просто Пси-пресс. Правильно? Пси-пресс. То есть импульс сопряженных полей Пси – это просто Пси-пресс. И, соответственно, коммутационные соотношения, коммутационные соотношения… Ну, там же минимая единица. Ну, там же минимая единица. То есть я… Минимая единица еще, да. Правильно, минимая единица. Спасибо. Здесь минимая единица есть. И Пси-пресс, да. Поэтому, если я теперь напишу коммутационное соотношение из имененного коммутатора на антикоммутатор, и как раз на вот этот И сокращу левую и правую часть, то у меня получится Пси-пресс от И к Т, да, антикоммутатор с Пси-пресс от И к Т равно чему? Ну, разве ваш спиновный индекс опишу из спиновный меняется до 1 до 4? Это же у меня четырех компонентов спинов. Чемо равно? Дельта и g. Дельта и g по спиновным индексам, да? На трехмерную дельта функцию, правильно? И с минусом. Совершенно верно. Раньше как у меня было? Ну, я вот здесь вот стоял И, здесь стоял И, да? И вместо Т, это вот эта работа вот так, правильно? Верно? Вот я вот этот И сократила, осталось просто вот такое соотношение. То есть есть антикоммутационное соотношение. Это было некое напоминание. Что? Вопрос какой-то? Это было просто напоминание. Такая простенькая задачка. Она нам понадобится следующей большой задачке. А сейчас мы ее просто решим, чтобы мы могли потренировать применение антикоммутационного соотношения. Задачка состоит в следующем. Давайте рассмотрим ток, оператор тока. Женя Амкилес. Оператор тока, в электростенаблике, это есть по определению Пси с чертой, гаванин Пси. Да? То есть вот такой график. Это я вам в определении. И он, помимо прочего, является нютерским током. Да? И связан с сохранением заряда. Правильно? Это помните. Он составлен из двух полей. Пси с чертой и Пси. Да? То есть по своей природе, если Пси это фермионное поле, у вас входят два фермионных поля, это будет такой оператор. Фермионный, базонный. Базонный. Раз два раза фермион, фермионы входят, значит базонный оператор. Вот давайте докажем, что если я возьму нулевую компоненту этого тока, нулевая компонент, это просто плотность заряда. Правильно? Классики у него слушают плотность заряда электрического. И возьму жилье от Y к T, да? Одновременной, опять же, коммутатор смотрю. Но теперь коммутатор, потому что у меня это базонный оператор, да? То вот такой вот коммутатор и есть просто мной. То есть несмотря на то, что поля Пси они друг с другом не коммутируют, они как бы нутривиально антикоммутируют, вот такой базонный коммутатор равен нулю. Коммутатор базонных полей равен нулю. Вот такой простейший пример того, что называют алгебры токов. У вас есть операторы токов, вы считаете их коммутаторы, получаете какие-то выражения, и это в литературе принято называть алгеброй токов. Вот давайте докажем несколько отношений. Он совсем простой. Причем они ничего более, чем антикоммутирование операторов Пси не требуют. Давайте проспектруйте. Есть кто хочет? Кто хочет? На, сегодня привезите. А в спинарных фендексах распишем, что такое Ж0 и что такое Ж0? Ж0, а вот это от Х стоит, что такое? Знаковые хвости от Си крест на Пси. Все крест на Пси, да? От Х, да? От Х. Если в спинарных фендексах опустим, что у нас говорили нормально, не знаю. В спинарных фендексах это будет... Напишите это... Сейчас хочу через индекс его писать. Ну, я верю следующее. У вас это же четырех спинарных, правильно? То есть у них есть индексы... В секре скажем, индекс Е1, а у Пси индекс уже Е1, да? От Х. От Х, да? И они должны быть каким образом свернуты? Е1 и Ж1. Здесь как свернуты? Чтобы это комбинарно согласовать. Ага. Ну, что здесь? Здесь все спокойно. Ну, и через ДЭТА символ ДЭТА Е1 Ж1. Понимаешь? ДЭТА Е1 Ж1, да. Угу. Отлично. Спектр Шабаджи УДАР ТОП пришел. Просто для удобства, через индекс расписываем. Чтобы антиквадиационным соотношением сразу можно было пользоваться. Здесь надо аккуратно. Здесь у вас есть еще... Ну, здесь есть матрица, да? которая там сворачивается по индексу. Поэтому, если я теперь скажу, что это есть, так вот пишу, Пси крест от Y, что там? И2 Пси от Y, Ж2. То с какой матрицы вот эти индексы И1, И2, и Ж2 сворачиваются? С какой матрицы? Гаммон. Гаммон и гаммон. Гаммон и гаммон. Да, так пишите. Гаммон и гаммон. Ага. Ну, отлично. Ну, давайте распишем теперь наш коммутатор. Все эти символы и эти матрицы можно наружу вывести на коммутатор. А все, что останется, пишите. Ага. Можем даже этот X написать. Запомним, что... Ну, так здесь напишем давайте опять раз, что единичка у нас всегда идет с X, да? В крест тут не забывайте. А, единичка. Не-не-не. Такой крест. Я думаю, это крест дал. Здесь тоже аромат крест. Давай. Пси за 2. Ага. Во. Ну, и все. Теперь я вам напишу, чему этот коммутатор правил. Давайте я сутился. Ну, напоминали. Теоретически. Подходи и пишите. Не тут? Да, сюда пишите, чтобы не место подольше было. Сейчас. Ну, кофетент не будет. Так. Что у него есть сейчас? Ну, сейчас. Это сумма двух, кстати, будет вот так. Пси-1 на вот этот коммутатор и Пси-Ж-1. Можно так делать. Но дело в том, что мы знаем, чему равны анти коммутаторы. А, коммутаторы как симметричные. Поэтому просто по определению пока что можно расписать. Пока просто что такое коммутатор. Это экспиратор на этот, минус на оборот. Да? Так что вы говорите, в принципе, это правильно и хорошо. Но это нам не сильно поможет, потому что нам уже есть антикоммутатор, а не коммутатор. Да? Да? Один из источников. Представим, когда здесь пишите. Да. Ага. Минус на оборот. То есть, идёт и два. Уже два. И один из источников. Да? Ну, и всё это вот так уж. А теперь давайте действовать. Как это упростить можно? Можно первое слагаемое, как у нас с головоматрицей, помните, охорудование. Первое слагаемое привести ко второму. Причём антикоммутируемое сократить. Всё. Всё лишнее. Ну, давайте начинаем. Давайте для начала вот это поле переставим сюда. Слово-чего внизу написать. Чего? Вот штука. Так, как раз. И. А, ну, а, ну, да. Весь кальций. И, как это здесь, да? Дельта. Ж1. Ж1 и 2. Ага. 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 Вот это. С двоечки у нас и у идёт. Да? Посмотрите, функция не атакует. А вот эти адресов. Посредничка адресов. Да? По этому мнению. Икс. Икс минус икс. Петрович меня был, да? Так. Минус. 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 Угу. 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 Отлично. Хорошо. Теперь у нас вот это слагаемое, вот это слагаемое, оно стоит вот здесь, да? Предоставляемого. Да? Теперь вам нужно, что с чем правильно сделать. Мы хотим, конечно, не слушать и сократить. Вот так. Антикоммутирование со вторым членом. Правильно? Да. Поэтому нам нужно что с чем правильно сделать. Так. Здесь стоит. Пси крест И1. Пси крест И2. Пси Ж1. Пси Ж2. Да? А нам как-то вот так вот надо делать. Так. Значит здесь есть. Ж1 на Ж2 умножается. Да. Так что мы должны будем... Давайте напишем вот этот член еще раз. Значит у нас получилось. Пси крест И1. Пси крест И2. Да? Дальше Пси, пишите. Пси Ж1 и Пси Ж2. И это со знакомым минус у нас получилось. Правильно? То есть теперь мы должны переставить вот эти поля, правильно, скоммутировать. И вот эти поля, правильно? Чтобы в таком вот порядке провести. Чтобы Ж1 было на этом месте, а И2 было на этом месте. Да? Да? Они... Как устроены их соотношения? Если я беру Пси И2 от И2 и Пси Ж2 от И2. Одновременной антикоммунатор. Чего равен? Да. Нулю, да? Причем опять еще подчеркиваю. Нулю, наверное, антикоммунатор. Это вот так. Да? И то же самое для И2. Пси Крест. Пси Крест. Да? Это и сло. Поэтому здесь мы можем никому антикоммутировать один раз или второй раз. Знак не изменится. Ну давайте все перепишем, что получилось. А вот это слагаемое. Еще раз весь этот результат переписываем. Сейчас мы про антикоммунтировали. Вот эти. Вот эти. Вот эти. Угу. Да. Чем-то вот. Член, да? Остался. А здесь осталось, что а, она зависит от х, подчеркивать его подчеркиваем. А здесь оставляем 46, а если его можно будет уложить. Х с крестом делал, да? И все же 2 на крестах у, да? Это вот задача члена. Ну и последний, который мы хотим в конечном итоге сократить, да? Удаление переписывали, думаем, какой следующий шаг у нас? Как преобразовать первый член в последний, чтобы они сократились? Перестали, конечно. Все же эту штуку надо перестали, да? Пока просто занимаемся фигурной переписывания. Только кресты надо ставить, потому что там не надо. Здесь вот крест стоит. Скобочка большая закрылась, и все умножили на... Такую скобочку, да? Проймаем. Угу. Все, последний шаг, да? После перестановки средних операторов у нас цена к минусу поменяется на 2 плюс, и этот шаг сократится с последним, то, что нам нужно, да? И так и остается. Но в результате остается вот контр-член. Его нужно аккуратно написать. Ну просто давайте уже пишем равно, да? Дальше 2, нам всего равно. Так. Дальше 2. Так. Дальше 2. Дальше 2. Угу. 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 Отлично. Это первое слагаемое. Ну и все, оно сократилось. Оно и сократилось, я вставать куда-нибудь, а? Минус дельта. Ну и два. Третья функция. Стоит E1, G1, 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 G2, 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 G2. Отлично. Теперь нам нужно свернуть. На самом деле достаточно сворачивать только этот D-H-символ, только круглые стопки, а это нужно и не трогать. Давайте для начала скажем вот этот D-H-символ. Этот D-H-символ вам сделает, смотрите, что индекс G1 и E1 одинаковыми. G1 и E1. E1 это то же самое, что G2 для этого знакаева. Поэтому G1 это у вас то же самое, что G2 будет, да? Так, полчаса. Во-первых, D-H-функция будет 4. x минус y. Здесь тоже аргументы не решите этого и этого. То, что с двойкой у вас идет, это y, то, что с единичкой, это x. Значит, индекс Е2 как был, так и останется, и G1 может превратиться в G2. После сверкки, сдать до символа? G2. G2, да? Потому что E1 это то же самое, что G1, E1 это то же самое, что G2. Да? Угу. И это слогаева возьмем с минусом. И второй, второй. Давай вкладку еще. Второй, раз там, G1. И E2. Значит, E1 здесь стоит. У нас, смотрите, I2, G2, это то же самое, что, что здесь написано, вообще? I2, G2. I2, G2, да? Так, у нас здесь G1 станет тем же самым, что и G2. Значит, здесь будет I1, I1, G1. А как у нас, погодите, может, с вот этой функцией сварачивать? I1 станет тем же самым, что G1, а G1 то же самое, что G2. I2, у нас здесь должны остаться и 5-6 минуты. Ну и вот и как они останутся. То есть, секрет будет с какими нынцами? I2. I2, да? I2. Следите? Или уже всё скислило? Тут вообще всё. Тримерная задача здесь. Ну, куда скисли? Тримерная задача здесь. Жир, да, окей. Ну и вот это дописано просто, как есть. Нам даже не смешно с ним сворачивать. Ну и всё, видим, что происходит полное сокращение. Почему? Потому что эти боля, они берутся, во-первых, в поле, в поле, в поле. В одной и той же билевой точке, в полусловии, да? И в одной и той же пространственной точке. То есть, X равенными, да? То есть, это в точности одинаково не понятно. Правильно? Это значит не только одновременно, или нет? М? Да, раз у вас коммутатор... Надо только думать коммутатор. То есть, нужно было просто... Нет, сразу не так получился, если вы не можете. То есть, видно, что это равно 0. Так, равно 0, 6. Всё сократилось. Теперь написали, что это равно 0. Мы с кем-то соображаем тот факт, что мы не использовали эту сверху. Слагали конструкцию. И как позволяет обобщить это, пожалуйста? Гома-5. 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 Пошло. Ещё. А, вообще-то все наши основы. Ну да, в принципе, сюда можно было... Вот вместо этого тока, да? Можно было писать какой-нибудь... Вот такой ток, да? Здесь стоит произвольная матрица, да? Потому что мы не использовали... Мы использовали их этой матрицы, верно? То есть, эта матрица, она у нас общей множеством шла. А коэффициент для линей просто взлюбился, да? Поэтому в процессе доказательства видно сейчас, как можно соотношение обобщить ещё, да? Ага. Хорошо. Спасибо. Такое простенькое совмещение. Вопросы есть? Здесь всё понятно. Давайте более интересным примером. Вторая задача, она имеет некое такое теоретическое значение, связанное с тем, о чём вам говорили коллегицы. Давайте его взглянем. У некоторых металлов S-матрицы по вариантной коллегровке. По вариантной коллегровке. Так что мы с вами рассматриваем коллегровку сейчас. Дмюр, амюр, ну и дмюр, да? И параметр, который фиксирует коллегровку, у нас кси. То есть, член лаканжиания в коллегровку. Я сегодня его рисовал. Выглядит как с этим. Выглядит как с этим. Я думаю, вы думаете, наверное и на два фиксиках.. Термина являются по-трати? Термина являются по-трати. И что ещё? Минус. Минус. Вот таким образом вам будет здесь член. Из лекций вспоминаете, как определяются физические состояния, на которые действует оператор эволюции S-матрица, с матрицей, которая происходит в Емелье, и D4x, продолжаем на лекциях. То есть физические состояния, я их так буду называть, и физические, определяются каким образом на лекциях в головах? Кажется, что если мы действуем по двумя минутами, на фит, получается Да, совершенно, точнее не совершенно верно. То есть мы должны взять двумя минуту, оператор, подействовать на фит, это физическое состояние, и... А, только там положительная частотная часть. Да, совершенно верно. Теперь совершенно верно. А здесь взять положитель, не в лекове сопряжения, а положительную частотную часть. Да? Что такое положительную частотную часть, я сегодня уже говорил. То есть это та часть оператора А, которая содержит только оператора уничтожения. Правильно? Брать здесь оператор А нехорошо, потому что здесь есть и оператор врождения. Верно? Оператор врождения, как минимум действуя на вакуум, там не будут давать ноль. То есть это будет нонсенс. Поэтому мы должны, зафиксировав нашу коллегровку, мы должны физическое пространство ограничить вот таким соотношением. То есть здесь рассматривать только положительную частотную часть. То есть физические состояния определяются вот этим соотношением. Если так грубо говорить, то есть физическое состояние, в которых в них есть электроны, с электроном. Звучение происходит, когда на них поле А действует и фотоны, да? Фотоны есть, поперечные фотоны, физические фотоны и нефизические какие? Временные и продольные, да? Так вот физическое состояние, оно в этом смысле состоит из одинакового количества вот этих нефизических временных и продольных. И во всех матричных элементах, наблюдаемых, они сокращаются. Вклад временных в точности равен вкладу продольных. Вот это, вульгарное такое объяснение вот этого соотношения на языке литературы. Теперь, давайте с вами во второй задаче докажем такое соотношение, доказать. Соотношение говорит следующее, что S-матрица, да? То есть это оператор, довольно сложный оператор. Здесь Т-произведение, здесь лакранжиан-заимодействие, да? Напоминаю, что лакранжиан-заимодействие, как у нас выглядит? Т-произведение. Это член, в котором поле электронных оппозитрован взаимодействует с полем фотонов. То есть, как он выглядит? Т-произведение. 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 То есть вот такое операторное взаимодействие, то есть у нас здесь везде представления взаимодействия, все операторы у нас представления взаимодействия, поэтому в S-матрицах остается только лаганжан взаимодействия, вся часть связанная со свободным лаганжаном, в том числе и с криком фиксирующим халибровки, она ушла, когда мы перешли к представлению взаимодействия, правильно? Это, я думаю, помните следовательно. То есть нам нужно показать в нашей задаче, что вот такой оператор, он коммутирует с BmA-модрительной частотной части. Вроде бы такое достаточно формальное соотношение, оно имеется довольно же из-за физических и смыслов, о котором он говорил. Какой это смысл? Что из него следует? Из этого коммуникатора? Вы правильно говорите, что я беру ФИ, да? Действуя на него в S-матрице, да? И это будет что такое? Это будет результат эволюции состояния, асимдатического состояния. Состояние ФИ, да? Оно преимуцинировало, как-то взаимодействовало с каким-то сложным образом, да? И ушло на бесконечность, и на бесконечность я буду наблюдать вот это состояние. Вот это состояние, оно будет каким, если выполним вот этот коммутатор? Вот это было физическое состояние, а после рассеяния оно будет каким? Оно будет опять физическим, да? Почему так? Потому что если я на него подействую, BmA+, да? Чтобы по определению проверить физическое момент, то вот в этом месте я их могу переставить, да? Пользуясь коммутатором. Пользуясь коммутатором, переставляя, и пользуясь тем, что он не физическое, я получаю снова ноль, да? Снова ноль. Что это значит? Значит, что у вас в результате эволюции, то есть в результате рассеяния, если вы приготовили на минус бесконечности по времени, состояние ФИ, проэволюционировали его на плюс бесконечности по времени, и посмотрели, какое состояние вы получите, то вы получите физическое состояние, да? То есть физическое состояние переходит в физические состояния. т.е. это вот следует из вот этого формального коммутатора зафиксируйте по себе это сокращение физические переходят в физические, это первое следствие и есть еще второе следствие давайте рассмотрим всю пространство состояния в нем физические состояния физические т.е. ПФОЯ это оператор, который является проектором на физическое пространство т.е. он из любого состояния вылезает только физическое т.е. есть какой-то гектор Гильбертон в пространстве проектор Гильбертон в ту часть, которая лежит в физическом состоянии как эти проекторы строятся? вы в курсе латвийский знаете, что он может быть сложно устроен его явно может быть сложно, но он будет устроен из вот этого оператора раз этот оператор определяет вам, что такое физическое состояние если у него нет, то он будет какой-то функцией от этого оператора правильно? если у него есть функция от этого оператора и вы уже доказали, что этот оператор коммутируется с матрицей то что можно сказать про проектором? что он может помутируется вот то, что мутируется с матрицей, да? т.е. с матрицей паутер но обычно эти проекторы герметов будут строены т.е. это герметов и герметов и герметов дальше вы узнаете, что в большом пространстве физических и нефизических состояний есть матрица какая? лоренцев ну, лоренцев вариант, например, окей еще какая? ну, экспонента, в которой стоит армитов оператора что это такое? унитарная унитарная, да? т.е. осматривается унитарно в большом пространстве т.е. кс-б и кс равен единицы, да? ну давайте теперь, пользуясь вот этим соотношением я его это равенство слева и справа на p домножу сгру p s крест s p 1 p да? и вот сюда пространю p еще то есть напишу, что это будет p s крест p p p s p 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 Подчеркнутые члены это есть С-матрица и сопряженная матрица, рассмотренная в сужении, на физических состояниях, правильно? То есть вот этот оператор, он воздействует только на физические состояния, правильно? То есть он берет какое-то исходное состояние в большом иностранстве, вырезает в нем только физические, делает эволюцию и снова вырезает только физические, да? И это соотношение вам что говорит? Что у вас, когда вы рассматриваете физические состояния, у вас на них вот это сужение С-матрицы, оно является унитарным оператором, да? То есть С' это сужение моего оператора на физические состояния То есть если я беру физические состояния, то внутри них происходит унитарная эволюция, да? То есть они, переходы снова физические, и С-матрица оказывается унитарная, да? То есть Э-с унитарная Это второе, второе следствие Это следствие материала Только вы помните? В этих осуждениях все понятно? Или быстро говорю разочеку? Могу помедленнее Короче говоря, если мы докажем то, что этот коммутатор давит нулю, то мы с вами проверим, что физические состояния переходят в физические, да? И что если вы приготовите физическое состояние и его проэволюционируете, то норма у него сохраняется, да? Это есть унитарность То есть свойство унитарности Вот давайте с вами будем доказывать это соглашение Прежде всего, в качестве маленького вспомогательного соглашения мы уже доказали прошлую задачу Ее запомните, в рамочку какую-то введите, она нам понадобится А сейчас мы докажем еще одно вспомогательное соглашение Давайте вот как лемма, что это у нас в лемма Мы эту лему сегодня докажем и на этом, я думаю, закончим Ага Уже ее тут не сформулирую Лемма Вот чтобы показать, что коммутатор равен нулю У нас с вами какая будет стратегия Мы явно с вами распишем, что такое S-матрица То есть рассмотрим T-произведение И разложив экспонентом, получим интеграл P D1S P D4X в степени n Поделить на n повторял То есть явно распишем, что такое смотрится И явно посчитаем вот этот коммутатор Вот этот коммутатор с n-ком членом разложения Я вот этот оператор назову S-M То есть мы явно рассмотрим коммутатор S-M и оператора длины R-люплюс И покажем, что он есть в ночь Для этого, в качестве вспомогательного утверждения Нам понадобится следующая лента Она формулируется таким образом Допустим, у меня есть поле A-μ от X Фотомное поле И A-μ от Y Наоборот, для удобства по обороту Здесь Y, а здесь X Я возьму производную от поля A-μ Возьму положительную частотную часть И возьму коммутатор Коммутатор этой положительной частотной части С полем A-μ Вот оказывается, что То, что в результате получится Это есть не что иное, как Просто полная производная Полная производная Сейчас полная производная По Y Вверху будет писать по чему производная Он некоторой функции от Y-X Эту функцию мы найдем явно с вами Короче говоря, для нас окажется важным только то, что Коммутатор вот этого оператора С полем A-μ Это и есть некая полная производная Вот вся лемпа На основе этой леммы мы с вами проверим, что S-M коммутирует с вот этим оператором И таким образом докажем утверждение нашей теоремы Так, вот сейчас без двадцати Давайте я еще пять минут у вас займу И на этом разойдемся Через пять минут мне скажите И мы туда закончим Давайте попробуем это утверждение доказать Во-первых, просто ясно вычислим, что здесь написано Что мы знали? Мы знаем, что такое D-menu D-menu от Y-X Это есть утилал D4K214 есть минус IKY-x А здесь стоит пропаганка В нашей психолепровке Мы его там считали Это есть минус I k квадрат плюс I0 а здесь стоит G-minu минус 1 минус XI К мюн на К в квадрате У нас такое выражение в своем углу Что мы видим? Мы видим, что это выражение довольно симметрично поменяет Мы ее местами поменяем, то получим ровно то же самое Это первое определение Симметрично Дальше, что такое доминю? Доминю от Y по определению Определение это есть средняя по вакууму от T произведения Новость явно что? От Y минус X Средняя по вакууму от T произведения Т.е. это есть тета функция Мы сегодня это уже писали Y0 минус X0 А здесь средняя по вакууму от A мюн от Y А мюн от X Средняя по вакууму закрылась Прибавить 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 слагаемое тета от X0 минус X0 На средняя по вакууму под a nu от x, a nu от y. Вот он закрылся. Это мы можем найти. Пропагатора вот это. Теперь давайте попробуем вот этот коммутатор, который здесь стоит, попробуем его выразить через то, что нам известно, через пропагатора. Наша задача будет состоять в том, чтобы вот эту штуку выразить через пропагатора. То есть попробуем вот такой вот объект a nu от y, a nu от y, выразить через пропагатора. Как мы это сделаем? Во-первых, мы видим, что то, что здесь стоит, это что такое по своей природе? Это оператор или это что такое? Ты не уже говорил. Число. Это обычное число. Раз это число, то я могу его взять в оплатках по вакууму. Правильно? Если я оплатки по вакууму в числу применяю, ничего не произойдет. Она числом и останется. А здесь просто я вам напишу, что такое коммутатор. Минус вакуум. А здесь вакуум. Минус вакуум. Да, потому что в операторе а плюс положительной частотной части содержится только операторы уничтожения. Они подействовали на вакуум, дали 0. А про первое слагаемое смотрите, что можно сказать. Вот я к нему могу здесь добавить отрицательную частотную часть. Верно? И от этого сведения по вакууму не изменится. Потому что отрицательная частотная часть, действуя на этот вакуум, дает 0, в свою очередь. Поскольку отрицательная частотная часть содержит только оператор рождения. А если все вместе у меня, вся эта штука, преобразовалась во что? Положительная частотная часть и отрицательная частотная часть. То есть просто поле амю. То есть получилось, что здесь просто сведение по вакууму от амю от y, амю от y. То есть вот эта леча, которую нам нужно посчитать производную, это есть не что линое, как сведение по вакууму от амю на амю. Но без D-произведения. Напоминаю, что мы хотим все вырезать через пропагатор. Через пропагатор. Как это сделать? Вот смотрите, пропагатор для D-меню я написал что такое, по определению. Давайте теперь напишем пропагатор для D-меню поменял местами, x и y поменяем местами. И комплекс на сопрягующихся. То есть вот такой вид чего я вижу. Просто впишу сразу, чему она равна, вот отсюда. Средняя по вакууму. Я поменял местами x и y, поэтому будет y-0 минус x-0. Средняя по вакууму. Здесь я поменял выборки ню индексы. То есть будет индекс ню, а вместо y будет x. Здесь, соответственно, а мю от y. Средняя по вакууму. Плюс тета-функция. Здесь опять x на y поменяем. То есть будет y-0 минус x-0. Поменял инж с мю на ню и x на y. Что я еще забыл сделать пока что? Комплекс на сопряг. Комплекс на сопряг. Комплекс на сопряг. Это первая детка-функция. Первая детка-функция. Никто написал что-то, да? Должно получиться x-0 минус x-0. Я не говорю одну и другую. Отлично. Теперь комплекс на сопряженной величине. Это что такое? Поскольку поле A вещественное, да? То есть просто то же самое выражение с противоположным порядком. Т.е. это будет эта функция от x-0 минус y-0. Немножим до средняя по вакууму от а-мю от y. А-мю от x. Правильно. И прибавить т.е. И прибавить т.е. Т.е. функцию от y-0 минус x-0. Немножим до средней по вакууму. И здесь точно так же в обратном порядке пишу. Пользуюсь тем, что пуля A это нервнитовая пуля, да? А-мю от y вакууму. Напоминаю, что мы хотим сделать. Пять минут прошло, да? Окей. Сейчас, наверное, фразу закончу. Мы хотим выразить вот эту величину через наши пропагаторы. В качестве совсем маленького домашнего задания. Вам такой вопрос. Как выразить вот эту подчеркнутую величину? Она у нас ходит куда? Вот она. И вот она. Как эту величину выразить через пропагаторов d-mini от y-x и через комплексно сопряженного величина, в которой x-mini на y-mini. Это вам маленькое домашнее задание. Значит, мораль этого домашнего задания какая? Что пропагаторы это не какая-то частность, да? Что там t-произведение стоит, произведение Поли. На самом деле, вы любое произведение Поли, любое произведение Поли, даже мисте произведение, можете выразить через пропагаторы. Вот это вы и сделаете дома. Может мы тогда закончим сегодня?